Привет, ютуба слушатели! С вами Тарас Юрист на моем канале. В этом видеоролике я хотел бы поговорить о новом законе, который был принят о судоустройстве и статусе судей. Комиссии судей, как за действительностью оценивания, так и за процедурами конкурса. Кроме того, вводится ряд обязательных деклараций о майновом состоянии, родственных связей и доброчесности судей. Верховный суд, высший хозяйственный, высший административный, а кроме этого существует Верховный суд. То есть четыре инстанции. Нигде, в принципе, я так понимаю, в мире такого нету, только у нас такое есть. Это, по-моему, создали еще во времена Януковича, чтобы, скажем так, тяжело судей на самом деле очень уволить, они потом будут судиться и так далее с этого Верховного суда. Создали этот высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел и сосредоточили, скажем так, там всех нужных и угодных судей. А те суди, которые в Верховном суде, они одно время оставались практически не у дел. Так что вот так вот. И на сегодняшний день, согласно этого закону, будут ликвидированы вот этот высший суд по рассмотрению уголовных и гражданских дел, высший хозяйственный, высший административный суд. А вместо районных судов и вместо так называемых окружных судов административных и хозяйственных, областных, там будут созданы окружные суды. Ну, я так понимаю, что суди теперь должны будут перевестись попробовать в эти окружные суды, которые, ну, новые и так далее. Как им это удастся сделать, не удастся, это большой вопрос, мое мнение. Так же само сейчас в этом вот новом Верховном суде то же самое будут пытаться из тех судов, которые пооставались в высших административных, высшего хозяйственного, из Верховного суда Украины, а сейчас будет просто Верховный суд, перевестись туда. Ну, я думаю, сейчас под это дело постараются убрать всех там неугодных судей. Кроме этого, я считаю, что постараются на этих судях заработать денег. Ну, это сугубо, мое мнение, за вот эти все переводы, чтобы постаться и так далее. Там, я думаю, все знают, что даже официально суди Верховных судов этих всех, они все миллионеры. Как бы там, ну, есть, скажем так, с кого брать. Ну, это так, сугубо, как бы, мнение общественности, не мое мнение. А что еще хочется сказать? Что, в принципе, будет создан еще какой-то суд по интеллектуальной собственности, будет создан еще суд антикоррупционный. Что это за суды, я не очень понимаю. Наверное, будут интеллектуальные собственности заниматься и коррупцией, ну, расстояние каких-то коррупционных дел, там, этого национального антикоррупционного бюро. Ну, вот так вот. Что будет оценивание полностью у всех судей. Ну, я вообще считаю, это все, честно говоря, такой профанацией и вообще, ну, таким чем-то, как реформа прокуратуры, чтобы все понимали. Что у меня товарищ ходил туда на эти все курсы, или не курсы, а эти собеседования, тренинги. Он все прошел, ну, как бы, молодец. Все прошел, вплоть до того, что поехал в Киев на собеседование. А там уже выбрали, как бы, всех нужных, всех своих, скажем так, кандидатов на посты руководящих в прокуратуре. А он, естественно, не прошел, потому что он там не был чей-то там родственник, чей-то там, не знаю, зятек и так далее. Одним з головных досягнень цього законопроекту є те, что судьями может стати людина поза системе. Зокрема, юрист, будь-який правник, науковец, а не лише сам судья, який судья там, або член суддівської династії. Поэтому, если там будет даже какой-то набор в эти суды, честно, я, юристы и так далее, не советую вообще туда идти. Ну, я бы не пошел, честно говоря, пробовать вот это вот, попасть в суди и так далее. Потому что, ну, я, честно говоря, считаю, что там будут все те же свои, все те же, кому надо и так далее. Так что, вот так вот. Что еще сказать? В принципе, все. Если видео понравилось вам, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Благодарю за внимание.